внимание смотрим дальше добрый день или еще потом а слова нехорошие остались смотрю ролики с вашими выступлениями все ролики не смотрел нужно просмотренных не помню чтобы вы рассказывали о много сортовых деревьев меня интересует ваш опыт и мнение по этому поводу стоит ли поливать на этом деревне вкусно то в яблони выживается ли на том деле яблони и груши как ведут себя косточки мы если привить несколько сортов на один куст я буду косточковые на фото два сорта груш на одном дереве с косточками пока не экспериментировал сергей борис вот сергей вы мне пришли вот эту фотографию возможно на ваши возможно из интернета смотрится красиво у меня совершенно небольшой буквально единичный выбрал 2 а узнать как бывает и у меня 10 новых сортов груши и по всем признакам учитывая кто прислал они должны быть сладчайшие туда я выбираю две жертвенных дерева это уже мощный скелет с десятками веток уссурийской груши но там была одна хитрость у них знаете какая я на уссурийку привил сейчас скажу северянку а северянка знаете это вот такая грушка ну супер и искусы сама морозойка а из морозойких полукультура самый вкусный вот это так получилось она как скелета образователь еще опыт ограниченный всего два таких дерева и они это самое скелета образователь прекрасно пришлось я дожидаюсь первого урожая она мало того что сама по себе мелкая как ну видимо дайте возможно у нее перед как было всурийская груша бывает когда кровь всурийская груша а груша вроде бы полу культурная северянка да еще на подвое она получилась приличный вкус такой не очень вкусно не очень не вкусно правда без дубовости и мелкие полно я хватаюсь за голову и тут бах приходит посылка там то ли действует 20 сортов причем половина украинских вот тут я схватился за голову и давай прерывать подряд прошли годы одна огромная ветка с плодами просто рухнула спасение возможно было вот значит первое зиму 2 украинских сорта сразу замерзли а вы оставалось 10 7 а на 2 груши про это каждая картина потом 6 потом хватает за голову два сорта не съедобных тогда их остается 4 потом 3 а потом остается вспоминайте мои любимые сорта бери лада воронежской и попали все ну это с первого десятка это все сладкие вот я провел эксперименты а потом давай ветки резать 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 они продолжали давать большие урожаи все там уже ветка и однажды в прошлом году если считать что 22 двадцатом году у меня а дерево было изувечено если сотни черенков взял она уже хрупкое было такое а фотографии есть и фильмы есть и по одной рассветка рухнула вторая третья и четвертая и осталось вот так торчать огрызки сейчас я их потом подровнял краской замазал вот такие раны такие вот и сейчас сотни этих как и называется сотни лосков которые так ненавидят один я люблю вот устремились в небо сотни потому что корни целы а большинство скелетных веток исчезло из-за блога вот это я вам рассказываю если б я не калечилась и не брал все эти и сейчас бы все они попали вашего здорово думали все-таки урожай бы не выдержали это какой-то знаете аномалия это аномалия когда столько плодов на большом взрослом дереве и все равно выдержит такое когда они вот эти вот на большой высоте уже подставки не дотягиваются и смотришь одарухнула вторая третья четвертая но карьеру сделала за двадцать лет настолько плодов дала на сотни веток дала практически она себя оправдала и секрет а вы исходя из этого понимаете одно если я имею еще дополнительный фильм снимай прямо суду помните вот не вот так вот как это а если вы найдете в скелетах я уже продолжу итог если вы найдете скелета образователи практически вертикальной ветки вот практически вертикально я показывал своих своих кинах взглядачу искать и вот такие вот как это или вот это прививка стран назовем их чтобы не оскорблять хороших людей назовем их странными вот а вот так вот привайте сколько есть 5 таких веток привайте 5 испытайте 5 сортов какие-то дойдут до положения какие-то у вас будет отторжение ткани но мой пример чем хорош скелета образователь был полу дикий полу культурный вот с этих вот грушек вот и это дало успех потому что я считаю что сейчас одну дерево все еще цело вот только там по-моему три сорта осталось потерял с годами но отбор есть отбор это это у меня новая санта появились а других не было скелет образователь на 2 4 осталось так но доволен сверх меры вот таким путем если вот такой скелет добавить одну привели вторую 3 4 5 смело прививайте но хорошо что у меня успех связан со вставкой назовем это вставкой но не сразу вставка вообще когда на насаде одну-двух летит делать ставку якобы она помогает я противник это 1 а вот когда подождал два-три года и получил прекрасный пышный куст и куст а дерево груши сюда старается дать ветки пассива тиками это их преимущество это и генетическая особенность их нельзя вот так вот нельзя и резать нельзя под какую-то почку чтобы она ушла в бок вот столько я уже говорил а сам не знаю убедил чем-то был ли я достаточно убедителен привайте как говорился номер один прививайте а там по вот это вот такой вот он продадут вот такой вот какая наглость и это по всей россии я не верю что все без корней продают нет но по всей россии продают вот это уродов даже если все было куча корней все равно урод так ну что поняли да никаких ножей никаких это ошибка страшнейшая люди не понимают что теперь дерево никогда не зарастит эти рады и так обидно сажен с тобой так с косточками экспериментировал с кучки вы дай бог один сошел прижился большинство из вас жалуются что абрикосы даже на абрикосы плохо проживается из примеры 23 взял яблони на яблони 24 груза груз все живы 20 абрикосы абрикосы 1 ну конечно капризе ну что я скажу сейчас мы не будем к ту раз повторять приемы прививок что мы с вами делаем выберем мы мой диск номер 13 там все разжеванно выберем диск номер 9 тоже фильм там все разжеванно другое дело что тут же оказывается что 300 рублей нет пожалуй я уже и вплевать не хочу вот раз мне бесплатно не рассказали меня уже и бесплатно рассказал